Для одних это просто хобби, для других – возможность отдохнуть от серых будней, разбавив монотонность дней. Но для каждого это нечто большее, чем просто техническое творчество. Это целый мир, название которому – воздушные змеи. Именно таких мальчишек и девчонок объединила ежегодная обрезка инициатива, которой уже пошел четвертый десяток. Я его начал с пятого класса консультировать, и уже как четыре года подряд я его переделал. В первый раз получилось не очень, но сначала леска была плохая, а вот теперь переделал полностью. Сейчас и планки другие, и ткань была. Сначала он вообще был красный, а теперь вот уже бирюзовый, даже с наклейками небольшими. Занимаюсь техническим творчеством с самого детства, не только воздушными змеями, а воздушный змей начал запускать в восьмом классе. Первый раз я попробовал своим учителем запустить простейшую конструкцию. Меня сразу авиамоделизм как-то очень увлек, и я решил создать более крупную модель. В очередной раз состязания состоялись на площадке в районе Брестского государственного технического университета. В этом году количество участников достигло почти 80 человек, учащихся в учреждении общего, среднего и дополнительного образования города. Воздушные змеи удивляли разнообразием. Коробчатые, плоские, оригинальные, со спецэффектами. Каждый – гордость юного конструктора, который демонстрировал свое мастерство. Ведь одно дело – смастерить, важно еще и запустить модель. Из года в год они приносят все лучшее и интереснее конструкции. Они участвуют в соревнованиях, показательных выступлениях. У нас обычно бывает 70-80 змеев до 100. Мы стараемся разнообразить программу фестиваля, чтобы это не сводилось только к соревнованиям. Хотим, чтобы было интересно и тем, кто пришел просто посмотреть. Авиамоделирование для этих ребят – слово знакомое. Несмотря на то, что некоторые из подростков только начали постигать науку создания летающих аппаратов, хорошие результаты не заставляют себя долго ждать. Все потому, что тяга к новому, тяга к технике и изобретательству – дело непростое, но очень интересное. Детям учащимся очень интересно изготавливать, а потом запускать воздушные змеи разных конструкций. Это коробчатые змеи, плоские змеи, оригинальные змеи. И мы, наверное, еще сегодня увидим змеи со спецэффектами, это с парашютами и так далее. Очень интересно учащимся. Они принимают самое активное участие, относятся к этому очень серьезно. Фестиваль воздушных змеев «Майское небо Победы» – это своеобразная визитная карточка Центра дополнительного образования детей и молодежи города. Педагоги которого уверены, сегодня мальчишки мастерят какую-то обычную модель, завтра воздушного змея, а вскоре они могут стать настоящими изобретателями – Брестскими Бахметьевыми, Куперами и Туполевыми.